Похоже, у меня тут не только мастерская, но и рабочий кабинет образуется. Можно спокойно уединиться, подумать об отечестве и что-то сделать для отечества. Вы знаете, что я регулярно рисую плакаты пропагандистски-агитационные, но суть всегда одна – свобода и независимость отечества. Но самое главное – это то, что не будет нашего отечества, не будет моего родового поместья. Ну и ваших родовых поместьей тоже, и квартир ваших не будет, и вас не будет, и детей не будет, и внуков не будет. Рода прервутся, и на этой территории будет жить другое население, другие народы, более сильные, более умные или более приспособленные к оккупации. Хочется сказать, что русский народ не может жить в оккупации. Русские всегда сбрасывают иго. Ну прежде сбрасывали, но сейчас какой-то морок глубочайший. Это невообразимо, это необъяснимо. Как так можно придать свое отечество, ну вы помните три референдума 1991-1993 годов, придать отечество, передать власть в США и за 30 лет не разобраться с тем, что натворили. А мало разобраться, надо же еще и исправить. Сейчас таких людей в России буквально тысячи из 150 миллионов. То есть очень-очень малый процент разобрался. В частности, вот мои агитационно-пропагандистские плакаты, они для того, чтобы вы разобрались. Что освобождать отечество надо не военным путем, где НАТО нас превосходит в десятки раз, а правовым. То есть нужно вернуться в международное право, которое, между прочим, Сталин и создал, для того, чтобы все суверенные государства в мире могли существовать и могли существовать в безопасности. Но мы, Россия, самые первые, кто это международное право нарушаем. Мы же свои 14 незаконно вышедших из СССР республик, в кавычках вышедших, признаем независимыми государствами. А это нарушение международного права, потому что они, согласно закону 14.09, они не прошли процедуры по выходу. Соответственно, это незаконное образование, и на этих незаконных образованиях США сейчас проводят интервенцию, грабят наше отечество и уничтожают русский народ. Плохо произносить такие слова, но у США стоят такие же задачи, какие стояли у нацистской Германии. Уничтожить славян и многие другие народы. Просто под корень. И к вам это относится напрямую, потому что вы более-менее русский, по каким-то признакам, и вы для США представляете угрозу, потому что у вас могут родиться дети, которые говорят на русском языке и мыслят по-русски, русскими понятиями, и какие-то культурные ценности несут, то, что мы сейчас называем традиционными. Все это США для управления мира не нужно. Поэтому конкретно вы подлежите, ну, стоит такая задача, просто и нету вас. Почему вы этого не понимаете, глядя даже на то, как бомбили Донбасс 8 лет, как сейчас долбят Белгород и другие города, как уже в Ленинградскую область долетают беспилотники и будут долетать и за Урал, и во Владивосток. Не будет таких мест в России, где горе не коснется людей. Потому что, допустим, вы живете в прекрасном, чистом, уединенном месте, но если конфликт на Украине будет продолжаться, вот как он сейчас продолжается, то есть очередная мобилизация и близкие, ну, просто посмотрите шоц в Ютубе. Это огромное количество роликов, как возвращаются наши бойцы, и возвращаются они далеко не здоровыми. То есть люди инвалиды, и им так жить всю жизнь. И это, допустим, там десяток роликов, сотня роликов, но ведь людей-то тысячи, погибают десятки тысяч, наверное. Это всего лишь предположение становится инвалидами. Но это логичные предположения, потому что у нас недавно в Великой Отечественной войне 27 миллионов жизней мы заплатили, чтобы освободить наше Отечество. И почему вы не проводите прямую параллель с Великой Отечественной войной сегодняшними днями, это объясняется только тем, что США владеют такими методами управления толпой и сознанием, что вы слепы, вам непонятно, что из сегодняшнего дня следует в ближайшие годы. Как говорится, легче сегодня с плакатом, чем завтра с автоматом, но и это до вас не доходит. Мне не хочется никого обижать, вернее, иногда мне хочется кого-нибудь обидеть, сказать прямо, жестко, но я понимаю, что это не поможет в объяснении. Если человек спит сознанием, то его не пробудить грубостью. Наоборот, США, СМИ, США воспользуются этим, чтобы представить тех людей, которые говорят об освобождении Отечества, маргиналами. То есть чем-то таким, выходящим за рамки, идиоты. Такие придурки бегают, прыгают со своими ракетами, с автоматомобилями. Ну, мне такого не нужно. Маргинализации национально-освободительного движения допустить нельзя, поэтому мы понятными, вежливыми словами доносим. И там, ну, тысяча за тысячей людей просыпаются. Также не хочется обижать тех людей, которые плетут сети. Они тоже на фронте нужны, варят печки. Это все вызывает боль в сердце, слезы, понимание. Но так Отечество не освободить. Единственный инструмент, который у России есть для освобождения Отечества, это наши стратегические ядерные силы. Других инструментов нету, потому что по всем другим параметрам, от экономики до просто населения, которое можно мобилизовать, НАТО во главе с США превосходит Россию на голову. А паритет мы имеем только в ядерных силах. Но отсутствие суверенитета не позволяет направить наши ракеты на конкретные города США. Направить наши ракеты, это значит поставить полетные задания. Не нужно запускать. Менталитет США еще вот тоже нужно осознать. И я понимаю, что это сложно для осознания. Мы русские люди, у нас тысячелетняя или многотысячелетняя культура, история. И мы думаем, что весь мир такой, как мы. А нация США, она сформировалась по другим законам. Во-первых, они последователи принципов европейских стран, которые всегда были хищниками, бандитами и жили за счет того, чтобы грабить весь мир вокруг. В США переехали элиты из этих европейских стран. И эти ценности и стратегию принесли в свое новое государство. Но есть новшества. Так как они, США, огромный континент, представляющий собой как остров, например, как Великобритания, они внесли в свою стратегию дополнение. Не допускать ни в коем случае военных конфликтов на своей территории. И в том числе угрозу территории тоже не допускать. В этом есть и сила, и слабость. Сила в том, что пока они устраивают войны на других территориях, по земному шару, другие государства ослабляются, а США в это время наживаются, богатеют, их территория процветает, они концентрируют все награбленные богатства у себя, живут за счет всего мира, никак не страдая, не истощая свои ресурсы и свой человеческий потенциал. А слабая сторона в том, что менталитет вот этой 300-миллионной нации, включая элиту, сформировался таким образом, что для них абсолютно недопустимо, невозможно никак представить военную угрозу на своей территории. И направление наших ракет на их города вызовет панику, как в Карибский кризис. И США вынуждены будут отступить, потому что паниковать будет и население, будут сотни тысяч бомбоубежища рыть и требовать от власти остановить интервенцию, например, в Россию. И сами элиты тоже будут паниковать, потому что на них будет давить 300-миллионное население, и они тоже будут бояться, что завтра им не жить. Это для нас, для русских нормально. Зачем жить, если нет отечества? Для них, им без разницы судьба отечества, им главное выжить. Просто менталитет толпы конкретно вот такой. И это нужно осознать. В Карибский кризис США продержались ровно два месяца. Информация в любом случае с помощью СМИ вышла, так сказать, в народ. СМИ начали нагнетать, бизнес начал на этом зарабатывать. Те же услуги по созданию бомбоубежища от янтерных бомбардировок. Сотни тысяч бомбоубежищ было вырыто, куча денег было заработано. Тут же политические распри. Одна партия надавить на СССР, другая партия... Давайте договариваться. И плюс сами элиты, они тоже хотят жить. Вот они же все это награбили, из поколения в поколение передавали, хотят дальше передать. И они не мыслят себе завтра, мир без себя. В общем, хватило всего на два месяца мужества размышлять на тему, возможно ли этот, ну там, ракеты, допустим, перехватить, или СССР как-то напасть с другой неожиданной стороны, так, чтобы в СССР не было возможности ракеты запустить. Не сдюжили. Через два месяца паника абсолютно во всех кругах. Давайте пользоваться этой слабостью США. Ни у какой системы не может быть полной защиты. У системы США, у их стратегии, у их менталитета есть слабое звено. Так как у нас у России сильная сторона, это сейчас столько стратегические ядерные силы, да и не только сейчас, наши предки сразу после Великой Отечественной войны, для того, чтобы предотвратить повторение чего-то подобного в мире, создали ядерное оружие. Если бы они его не создали, то США были бы не просто гегемонами, как сегодня во всем мире, а уничтожали бы просто тотально под ноль всех несогласных. Но Россия, даже являясь колонией, все равно имеет ядерное оружие. Мы возвращаем суверенитет, направляем ядерное оружие на города США, США отступают, мы проводим тут чистки, принимаем законы в интересах России, в интересах нашего народа и живем счастливо. А США перестают, как говорится, англичанка гадит, перестают гадить. Почему я за Путина? Потому что он за Отечество. Делом своим за всю жизнь, уже за 20 лет он это доказал. И вот цитата. Наша битва за суверенитет носит национально-освободительный характер. Это прямая отсылка к национально-освободительному движению, которое абсолютно законно освобождает наше Отечество от оккупанта. Нужно понимать, что нот, это понятие, прописанное в уставе ООН еще Сталином, для того, чтобы все государства в мире могли бороться за свободу и независимость своих отечеств на законных основаниях. Это законная форма существования государства и народа в период освобождения от оккупации. Просто обратите внимание на то, что слова о том, что Путин лидер национально-освободительного движения, это не пустые слова, ни присказка, ни преувеличение. Это на самом деле так. Более того, он, не знаю формально, неформально, но он лидер многих национально-освободительных движений, люди ориентируются на Россию и на Путина как лидера по освобождению отечеств. Еще хочется отметить, что есть такое явление, люди, которые были в одном окопе, у них отношения настолько близкие, как невозможно писать словом даже «брат». и по возвращению на гражданку их отношения сохранятся и более близких людей уже просто не будет. Они прошли такие испытания, какие на гражданке невозможны. И каждый видел, кто чего стоит. Я думаю, что к людям, которые участвовали в освобождении отечества, будет отношение подобное, а к тем, кто не участвовал, отношение будет как к предателям. Но это нормально, это в природе человека и обрезговать предателями. Поэтому и мое отношение, наверное, к тем людям, которые отсиделись, будет соответствующим. Я не говорю о том, что нужно всем в окопы, наоборот. Я говорю о том, что правовыми методами без единого выстрела можно освободить наше отечество, остановить интервента, восстановить все войны на советском пространстве и восстановить справедливость, жить мирно, счастливо. Да, в этом процессе присутствует нацеливание наших стратегических ядерных сил на конкретные города США, но нацеливание не значит удар. Наоборот, без единой жертвы, без единого выстрела, правовыми методами мы восстановим справедливость и мир. Других методов, других сил у нас, у человечества сейчас нет. И в любом случае на всей Земле быть добрым.